Всем привет! Сегодня мы будем рисовать с вами пушистого зайчика, который находится в окружении розовых цветов на зеленом фоне. Я буду использовать обычную гладкую пастельную бумагу и буду намечать с помощью вот такого белого карандаша. Можете взять любой белый пастельный карандашик. Изображение у нас довольно светлое, особенно с правой стороны, поэтому с белым мы начнем намечать, остальное мы уже доделаем с каким-то более темным оттенком. Давайте смотреть по композиции. У нас получается довольно такая обширная область цветочков, которая находится снизу. По композиции я хочу сделать чуть-чуть крупнее нашего кролика. Он у нас такой смешной. Одно ушко вверх, одно вбок, поэтому делим ему побольше внимания. Помещаю его практически посерединке. Сначала сделаем общую форму, то есть наметим его тело, добавим вот такую округлую форму. Это будет голова, такая на толстую грушу форма будет похожа. Пока что очень-очень легко. Мы так вот обозначим основные пропорции и будем уже потом их дополнять и делать более точными. Сразу давайте сделаем ушко, которое у нас вправо поворачивает и также наметим ухо, которое у нас находится слева. Оно более темное, еще по оттенку, да, такой он многоцветный кролик получается. Ушко, которое наверху, видим, ну, такого лепесточка, можно сказать, да, как листик такой. Так, основные зоны мы наметили, теперь можно уточнить. Давайте начнем с головы. Если вы используете бумагу такого среднего тона, как у меня, то будет довольно удобно намечать все с белым карандашом, потому что его потом легко, если что, можно растушевать, как-то стереть. И потому что он будет сейчас у нас заметен. Плюс мы видим такое яркое свечение и светлый цвет нам, в принципе, пригодится. Ну что, обозначили голову. С левой стороны более округлая форма идет. Мы видим, что наш кролик, он развернут в три четверти. Мы не видим глази, которые находятся справа, да, видим только один слева. Дальше мы можем ему найти носик вот такой вот треугольной линии. Нос находится не посерединке, чуть-чуть вот так вот повыше, да, чем я сейчас наметила. То есть все-таки он в нижней зоне расположен относительно оси. Вы можете его сразу заполнить белым цветом, это будет удобнее, чтобы мы потом его искали по пропорциям. Дальше легко обозначим ротик и будем остальные вещи уже находить и корректировать. Относительно щечки, которая идет справа, мы можем сразу ему добавить ушко. По ширине, если мы за основу сейчас берем мордочку по ширине, то ушко, оно все-таки меньше, да. Оно кажется довольно длинным, но прям очень-очень таким протяженным мы его делать не будем. Уточним ушко, которое находится наверху. Сделаем ему более острую форму. И тоже, если мы измеряем высоту, хотя бы примерно, мы видим, что ушко, оно такое поменьше все-таки. Вот так вот завершаю его. И можно сделать разделение на участочек, который к нам поближе. То есть делаем внешнюю зону ушка и уже отделим от внутренней поверхности. Здесь мы дадим такую светлую полосочку. Здесь пойдет светлая шерсть. Дальше идет небольшой темный кусочек. И как раз практически под основанием ушка, чуть-чуть со смещением ближе к центру, мы наметим наш глазик. Пока что без сильной прорисовки таких вот небольших деталей нам будет достаточно. Единственное, я сейчас смотрю, довольно такой мне широковат в плане мордочки получился. Посмотрим сейчас, проверим. И возможно, либо сделаем побольше глазик, либо чуть-чуть всю эту форму мы с вами сместим вправо чуть-чуть. Там буквально разница может быть на парочку миллиметров. Так как фон мы будем заполнять светом, поэтому мы сильно не переживаем. Все эти моменты, они будут закрашиваться. Глазик не сильно крупный, но он получится все равно ярким, потому что он довольно темный у нас. Это мы сделали. Сейчас, наверное, чуть-чуть меньше мы будем делать тело уже относительно мордочки, которую наметили. Потом чуть-чуть еще подробнее будем с вами находить ротик и подбородок. Мы видим, что не так сильно тело уходит влево. Чуть-чуть раньше оно заканчивается. Более того, мы видим здесь уже начало розовых цветочков. Даже вот так, чуть-чуть повыше они идут. И самые высокие они доходят практически у нас до ушка. Есть еще одна веточка, которая идет под подбородком. Ее можно не прорисовывать, но пока что наметить как ориентир в таком направлении. Дальше от подбородка мы намечаем часть, которая идет справа. Тоже она такая относительно небольшая будет. И сейчас давайте мы доделаем участок цветов. И как раз посмотрим, сколько здесь местечка у нас будет. Потому что чуть-чуть все-таки нужно будет поднять нам цветы. Снизу мы можем оставить, кстати, фон. Это будет тоже довольно интересно, красиво выглядеть. По размерам, примерно высота головы, она будет помещаться у нас снизу. Поэтому можете промерить хотя бы примерно этот участок. И дальше показать цветочки по верхушкам, где они будут заканчиваться. Тут мы уже можем ориентироваться на те зоны, которые нарисовали с вами. Что касается фона, он довольно легкий, такой мягкий. Поэтому можем примерно его обозначить. Просто чтобы не запутаться потом. И снизу у нас пойдут уже вот так цветы-цветы. Сделаем более подробную прорисовку цветочков посередине. По бокам я хочу сделать такой размытый эффект. Такой эффект блюра. Будет тоже очень здорово выглядеть. Наполнение к нашему зайчику. Давайте мы начнем уже рисовать пастелью. И будем начинать с верхней части. То есть фона. Бумага у меня все-таки с серым оттенком. Поэтому я буду сразу наносить довольно яркий зеленый. И мы будем его параллельно немножко растушевывать. Хочется тоже создать такой эффект баке. Размытый. Такого легкого свечения, который есть на фоне. И повторюсь. Где-то краешки бумаги сверху и снизу мы можем с вами оставить. Будет такой красивый эффект, как открыточки. Когда изображение будет у нас именно во фронтальной части. То есть посерединке. Подхожу вот так цветочком. Сделаем сначала везде довольно яркий фон. Где пойдут цветочки. Можем сейчас тоже этот момент далеке немножечко так закрасить. Потом уже будем добавлять с вами подробности. Заполняю участки, которые слева. Вот так вот нанесли. Дальше можно легко пальчиком все это растушевать. Плюс зеленый салатовый цвет. Он довольно яркий. Но он будет где-то перемешиваться с фоном бумаги. Если у вас бумажка тоже такого нейтрального оттенка. А все-таки, когда мы рисуем с вами анималистику. То хорошо, чтобы цвет был какой-то такой спокойный и нейтральный. Это будет удобно. И животные, они будут выглядеть более натуральными. Ну что, чуть-чуть можно под ушком тоже зеленого добавить. Уже фон смотрится неплохо. Единственное, я хочу сейчас добавить несколько затемнений. Буду использовать темно-зеленый. И буду добавлять его такими как шариками, такими кружочками. Небольшими зонами. Чтобы потом мы это мягко растушевали с вами уже на салатовом фоне. Мы видим, что фон чуть-чуть потемнее будет слева. Поэтому тут зеленый может быть все более таким ярким и более плотным по нанесению. Заодно вот эти темные зоны, они помогут нам выделить яркие поверхности на кролике. Там, где попадает свечение. Поэтому обязательно какой-то более плотный цвет. Пускай будет рядом с ушками и рядом с участками головы. Совсем чуть-чуть достаточно нанести. И дальше вот такими круговыми движениями я распределяю этот цвет. Проходимся пальчиком рядом с ушками. Сейчас фон может немножко затемниться. Если нам будет нужно в дальнейшем, то мы сможем снова где-то вернуть более яркий салатовый оттеночек. Но смысл в том, чтобы фон у нас получился таким интересным и многогранным по цвету. Будет хорошо, если мы на нем будем использовать где-то два-три разных оттеночков зеленых. Вот такой вот довольно мягкий он получается. Потом и розовый тоже мы подключим на наш фон. Можно снова взять яркого салатового. Добавить его на какие-то участки более насыщенно, более вот так вот концентрировано. Он уже будет смотреться как такой новый оттеночек. Если мы его где-то нанесем побольше. И снова растушевываем, в идеале, чтобы у нас такие вот кружочки получились, тогда будет как раз похоже на эффект боке. Эффект таких размытых светящихся кружочков. Чуть-чуть можно добавить яркости на некоторые области. Вы можете взять либо белый мелок, либо можно взять светло-желтый какой-то, например. Чуть-чуть подсветить немножко некоторые зоны, особенно салатовые, чтобы они получились у нас более такими яркими, светящимися. Смотрится хорошо. Можно добавить чуть-чуть какого-то желтого, чтобы фон был более теплым. Давайте вот такой светло-желтенький оттеночек. Я еще чуть-чуть добавлю, и потом уже мы сможем перейти к розовым оттенкам, которые тоже мы легко добавим в наш фон. Добавляю совсем немножко, чтобы он получался таким легким, потому что фон все-таки как такое дополнение будет к нашему прекрасному пушистому ролику. Возьмем светло-розовый. Со светло-розовым как раз мы покажем те цветы, которые тоже в размытии и находятся на дальнем плане. Здесь очень-очень такую легкую растушевку нужно будет сделать, чтобы сами формы цветочков были заметны. С правой стороны тоже можем нанести немножко розового, светлого, с учетом, что мы его сделаем немножко поярче, поактивнее. Так. Теперь чуть-чуть растушевываем. Это можно делать уже с чистым пальчиком, чтобы не перемешать сильно с зеленым. Прямо такие как точечки, пятнышки расставляю. Хорошо. Вот такая прям мягкость у нас с вами получается. Где-то можно больше их втушевать уже в фон. Давайте добавим цвет поактивнее. Можно взять какой-то ярко-розовый, либо малиновый оттеночек. Наносим его на светло-розовые области справа. Здесь будет зона рядом с ушками. Вы можете попробовать совершенно разные оттеночки. Какие-то сиреневые, розовые. Главное, чтобы цвет смотрелся довольно ярко. И при растушевке он был похож на наши цветы. Я сначала нанесу такой более насыщенный. И потом возьмем какой-то цвет немножечко еще поактивнее. Если растушевывать с пальчиками, как раз получается вот такой вот нужный эффект размытости. Так, это мы сделали. Осторожненько, лишнее мы убираем. И давайте чуть-чуть, чуть-чуть больше такой насыщенности, яркости. Какие-то завершающие уже моменты мы можем не растушевывать сильно. Например, мы нанесли бордовый оттеночек. И в дополнение сейчас я наношу розовый поярче. Его можно прям таким образом оставить и уже особо не растушевывать, чтобы цвет бумаги не стирался, он там находился. Многое, конечно, будет и от бумажки зависеть. Когда бумага гладкая, то она не позволяет наносить очень большой слой пастели. Поэтому вы можете это делать по чуть-чуть. То есть совсем немножечко добавляем. И сразу стараемся наносить правильный чистый цвет, чтобы потом его оставить на этом месте и как-то уже не поправлять. Немножко я добавила сиреневого. Тоже он там здорово смотрится. И вместе с зеленым получается красивый эффект. Чуть-чуть давайте розового посветлее рядом с нашим зайчиком. Потом сделаем область слева и будем с кроликом, да, все-таки. И будем кролика прорисовывать. Слева у нас тоже есть ярко-розовый оттенок. Поэтому выводим чуть-чуть розовый на участке зеленого. Мягко вот так его наносим. Здесь, повторюсь, прям разные цвета. Смотрите, какие будут вам подходить. Можно добавлять чуть больше малиновых, сиреневых, чтобы цвет получался такой многогранный. И это будут те зоны, которые самые непрорисованные, самые такие размытые. Чтобы на фоне этих участков кролик смотрелся более ярким и более таким контрастным. Чуть-чуть тоже растушевали. Сделали такие точечки. Можно легко эти участки оттянуть вот так вниз. И подготовительный этап у нас получается готов. Потом мы будем уже с более ярким, насыщенным цветом ставить вот такие прорисованные цветочки. Но это давайте мы все-таки сделаем, когда наш зайчик будет готов. Чтобы мы работали с вами с верхней области и осторожненько потом переходили вниз. Что касается нашего зайчика. Я его буду называть давайте то зайчиком, то кроликом. Потому что думаю могу путать наши ушки. Начнем мы с черного цвета. Будем делать ушки, голову. И потом уже осторожно пойдем вниз. Мы видим, что есть довольно плотные участки на ушах. Поэтому сразу можем взять черный. И добавить его на те зоны, которые будут самые темные и самые плотные. Постараемся сразу, чтобы мы бели штрихи по росту шерсти. Шерсть у нас довольно длинная. Получается пушистая. По оттеночкам. У нас на ушке есть сочетание различных коричневых. И как будто даже некоторые коричневые оттенки, они переходят чуть-чуть в такой сиреневый. Можно сказать, в какой-то бордовый немножко. Поэтому стоит подобрать сейчас разные цвета. А контур можно сделать с более плотным. Например, у меня это такой коричнево-черный от Faber. 175 номер. Он и темный, насыщенный. Но все равно он не абсолютно черный. То есть у него есть вот такой вот коричневатый оттенок. И он нам подойдет как раз для таких моментов. Для более темных и плотных. Показываем внешнюю зону ушка. Там, где она будет чуть-чуть потемнее. Сразу даю такую штриховку. Оставляем расстояние между штрихами. И мы можем даже чуть-чуть с вами, совсем немного, подключать разные фиолетовые оттенки. Либо немножко бордовые. Главное, сильно нам не уходить в какой-то фиолетовый. Ну, чтобы ушки со всеми фиолетовыми тоже не получались. Но немножко вот такого легкого оттенка туда добавить можно. Смотрим, чтобы это красиво по форме выглядело с нашим фоном. Плюс серый цвет, да, бумаги будет неплохо смотреться. Теперь хочется добавить немножко бордового оттенка. Можете взять и какой-то коричневый, да, уходящий в бордовый. Различные красноватые какие-то, они тоже подойдут. У меня вот такой бордовый, темная сангина. Он называется 620 номер от Дервинта. Он красноватый, чуть-чуть бордовый, довольно плотный. То, что нам нужно. С ним мы можем на коричневый и на фиолетовый наносить. Ушко, кстати, по размеру. Сейчас смотрю, давайте сделаем все-таки чуть-чуть вот так вот пошире. Его выведем. Тоже пускай здесь перемешивается коричневый и бордовый. В серединочку самого ушка, там оно действительно такое яркое. Хочется добавить более насыщенный цвет. Можно взять какой-то терракотовый, темно-оранжевый. Это Дервинт у меня 0,90 оттеночек. Как раз он будет давать такой эффект свечения в середине ушка. Интересное освещение получается, да. То есть яркий свет справа, и мы видим, что вот этот теплый оттеночек, он как будто просвечивает сквозь ушко. Вот сейчас попробуем это добавить. Чуть-чуть скорректирую по форме здесь внешнюю часть, чтобы она была более такая аккуратненькая. Так, это мы с вами сделали. Немножечко осветления добавим. Тут можем сразу взять белый карандаш, потому что свет справа, он довольно яркий, довольно насыщенный. Небольшими штрихами мы делаем контур справа. Также сверху видим очень освещенный участок и соединяем всю правую зону. Перемешиваем где-то с теми коричневыми, которые мы нанесли. И немножко можно поштриховать, добавить в серединку белого, чтобы показать там прорисовку шерсти, что у нас вот такая длинная, красивая шерсть. Снизу белый тоже может работать на ушке. Мы показываем шерстку, и в серединке еще больше свечения появится, если мы туда чуть-чуть белого добавим. Также мы можем сразу вывести самые яркие участки. Уводим вот так вот влево. Белый будет, кстати, красиво с этим рыженьким перемешиваться. Это то, что нужно. Поэтому, если вы хотите, чтобы получались такие яркие участки, вы можете брать яркий белый карандашик. Если у кого-то белый не очень ярко, не очень насыщенно работает, то вы можете использовать, в принципе, и мелочек. У меня есть вот такой мелок, он довольно будет похож, такого яркого оттеночка бежевого. С ним мы можем работать уже по мордочке. И, например, первые слои я делаю с ним, то есть делаю такую как бы подсветку. Потом это мы чуть-чуть растушевываем. И уже с белым цветом мы добавляем шерстку. Поверх прорисовываем. Получается, что у нас направленная шерсть идет в нужную нам сторону. Мы ее вот так вот распределили, причесали. И плюс белый он сразу перемешивается с теплым бежевым оттеночком. Что касается по длине шерстки, чуть-чуть можно ее больше выводить, потому что мы видим, что она там очень пушистая все-таки, и довольно длинная. Давайте сейчас пройдемся по контуру рядом с ушком с белым цветом. Даже чуть-чуть мы все-таки для яркости давайте добавим какого-то бежевого, как подложку. Это очень хороший вариант работы на такой гладкой бумаге, когда определенное, да, такое количество слоев будет помещаться. В идеале, чтобы у нас было где-то 2-3 слоя. Тогда будет самый такой чистый, аккуратный результат. И начинаем потихонечку выводить шерсть уже за пределы. Мы можем сразу показать эту пушистость, потому что фон у нас есть, фон мы с вами подготовили, и теперь можно делать вот такую пушистую шерстку. Дойдем сейчас вот таким образом до второго ушка. Старайтесь, чтобы не было каких-то сильных промежутков, чтобы цвет бумаги не просвечивал между кроликом и фоном. Некоторые волоски, они могут быть прям такие довольно длинные. Не старайтесь, чтобы все волоски были одинаковыми, пускай они будут такие довольно живописные, какие-то подлиннее, какие-то будут покороче. Так. Ну вот, мы дошли примерно до второго ушка. И сделаем его, чтобы закончить область справа, и потом пойдем на мордочку. Здесь можем тоже использовать бежевый мелочек как подложку. Его легко наносим на все ушко. Здесь форма довольно обширная, поэтому мелочек он будет наноситься хорошо. Будет удобно так работать. Первый слой, поэтому получается вот такой вот бежевый, оранжеватый немножко. Дальше мы можем взять коричневый карандашик, либо коричневый мелок, чтобы он был не очень темный. Не стоит брать такие темные оттенки, как были на другом ушке. Здесь они могут быть более такие спокойные и нейтральные. Ну, потому что и освещение больше, и потому что цвет тоже отличается. У нас шерстка вся такого разного оттенка, да? То есть несимметричный окрас у кролика. И чуть-чуть вот так вот причесываю нашу шерсть. Помним, что сверху мы будем добавлять яркое свечение. Ну, а в серединке тоже добавляем штришками, обязательно с таким перерывчиком, коричневые шерстинки. Можно взять теперь коричневый, потемнее, поплотнее, более темный, сделать самые такие четкие, насыщенные шерстинки посередине. И с темным цветом также мы подходим к уголочку ушка справа. Его затемняем. И аккуратненько уходим уже к самой мордочке. Стараемся делать относительно длинные штрихи и держать их по форме, по росту шерсти. С темными мы с вами закончили. Сейчас можно взять снова белый карандаш и с ним уже сделать свечение, которое будет по контуру. Здесь у нас остался слой бумаги, поэтому белый карандашик, он должен довольно легко и просто ложиться. Сначала вы можете сделать довольно ровную полосочку, белую, прям такую четкую. И потом мы уже ее немножко обыграем, добавим пушистости, чтобы было больше блеска и чтобы фактуру тоже передать. Можно сделать это вот так в несколько этапов, в несколько слоев. Плюс мы видим, что окончание ушка, оно такое толстенькое, и оно довольно хорошо светится. Снизу мы тоже его подчеркиваем и показываем вот так вот пушистые волоски, пускай они немножечко переходят на розовый. Если даже там чуть-чуть с розовым перемешается, это не страшно, потому что все равно зайчик находится в окружении таких теплых розовых оттеночков и какие-то свечения, они могут туда вполне попадать. Ну что, вот такое свечение мы сделали. Осталось где-то несколько длинных шерстинок нам добавить у основания ушка и на лобике. Потом, если будет нужно, мы эту форму скорректируем и чуть-чуть давайте длинных штрихов мы добавим на само ушко, именно белым, чтобы показать, что оно более такое объемное и пушистое. Хорошо, это ушко мы с вами сделали. По светимости можно, кстати, чуть-чуть нашего яркого мелка добавить в другое ухо. Прямо вот несколько таких штришочков, чтобы оно было более насыщенным таким внутри по цвету, чтобы более рыжий оттенок там получался. Сейчас нам стоит сделать глазик. С черным карандашом мы создадим основную форму глазика и потом уже шерсть будем рисовать вокруг него. Так, давайте проверять. И легче всего, если мы будем ориентироваться от носика, поэтому очень-очень вот так аккуратно вы можете темной линии обозначить, где идет нос, потому что от такой вот крупной зоны нам будет легче добавлять глаз, ну и проверить, что он на месте, да, находится. Также мы видим наше темное пятнышко. Его тоже легко-легко вот так вот обозначаем. Потом переходим к глазику, делаем небольшое затемнение, то есть потихоньку мы будем находить его место и рисовать его более таким четким и контрастным. По возможности, если получится у нас сейчас оставить блик, это будет очень хорошо, потому что в таком случае будет белый мелок ложится ярче. Затемняю глазик, прям вот так вот побольше цвета, побольше черного туда добавляю. Если у вас мелочек будет работать ярче и чернее, то можете это сделать с помощью мелка, но с карандашом больше вероятности, что мы попадем в нужное местечко. Так, сейчас проверяю, не слишком ли глаз у меня смещен влево, но, может быть, чуть-чуть, давайте чуть-чуть его правее подвину, потому что у кроликов, да, в принципе, они находятся по бокам, так что это абсолютно нормально. Если тоже вы его чуть-чуть двигаете, я прям на миллиметрик все-таки хочу его ближе к носику сделать, то вы можете легко вот так пальчиком убрать ту часть, которая находится слева, которую вы хотите скорректировать, и потом просто вот этот миллиметрик добавить вправо. Пастель хороша тем, что вот такие моменты, их легко можно поправлять, и получается все очень удобно. Снизу мы обрисовываем нижнее веко, оставляем как раз светлый участочек с карандашом, и также нужно будет сделать нам сейчас тень. Возможно, сейчас у меня все-таки блик закрасится, но ничего, мы его добавим с вами наверх, тоже, может быть, с помощью мелка добавим, посмотрим, чтобы он получался довольно ярким. Сейчас у меня такой большой крупный глаз, да, получается, но немного скорректируем, и он будет больше похож на глаз кролика. Также с черным мы делаем форму вот этого темного пятнышка коричневой шерсти, ну, коричнево-серая, да, я бы даже ее назвала, но из-за того, что есть вот такой вот нюанс в оттеночках, идет фиолетовый отцвет небольшой, как у ушка, поэтому поработаем и с коричневым, добавим туда и чуть-чуть фиолетового, будет смотреться тоже очень здорово. С черным я штришочками заполняю этот темный участок. Сделали. Дальше мы можем добавить туда коричневый, здесь уже, смотрите, это может быть практически любой коричневый, потому что с черным он все равно будет довольно темным становиться. Обязательно оставляем где-то просветики, чтобы туда еще нам поместить фиолетовый. И по возможности посмотрим, если нужно будет где-то сделать посветлее, тоже это добавим, ну, либо потемнее, да, поэтому какая-то легкая корректировочка там может у нас произойти. Возьмем снова фиолетовый, чуть-чуть вот так добавляю его на коричневый, смягчаю. Получается уже более такая текстура, да, похожая на фактуру шерсти. Давайте еще возьмем капельку черного и с ним добавлю самые такие темные местечки, чтобы потом мы где-то с белым поработали и добавили самые яркие волоски, которые добавят там объемчика. Так, можно чуть-чуть почернее, думаю, снизу глазик, вот таким образом. Снова переходим к белому. С белым мы, во-первых, определим форму нашего темного пятна, сделаем такую, ну, легкую, да, прорисовочку по контуру. Плюс мы видим, что далее бежевые волоски, они будут выходить уже на участке фиолетово-коричневого, вот этого пятна. Можем сразу их туда добавить. Прям такие длинные-длинные волоски мы делаем. И по контуру тоже проходимся, как бы корректируем эту форму. И дальше можно будет прям суперлегко, еле касаясь карандашиком. Добавляем света на внешний участок глазика. Я хочу скорректировать форму тени, которая над глазом идет, то есть сделать ее более такой аккуратной. Поэтому всегда в темные участки вы тоже можете добавлять белый. Они не могут быть абсолютно, да, какими-то черными, все равно для объема там нужны будут светлые зоны. Ну что, этот моментик мы сделали. Сверху тоже проработали. Сверху можно, кстати, будет чуть-чуть посмотреть где-то побольше прям белого, вот так поярче, с нажимом добавить те шерстинки, которые выходят и на ухо. Ну что, наш прекрасный глазик, давайте сделаем теперь поподробнее. Насчет блика. Его можно изначально карандашиком наметить, потом посмотреть, если все-таки будет недостаточно яркости, то мы его сделаем с мелочком. Но вот первый слой, такую полосочку, вы можете сделать карандашом, первый блик. Снизу то же самое на нижнем веке. Контур сделать поярче, как бы обрисовать наш глаз и завершить его с левой стороны. Потому что мы видим, что яркие блики, они находятся и на нижнем веке тоже, да. выпустить несколько волосков из нашего будущего фона, чтобы они попали на глазик. Потому что часто вот так глубоко посажены глаза у кроликов, и их нужно будет перекрывать все равно какими-то шерстинками. так. Ну что, белый, кстати, не очень хорошо уже, да, ложится по-черному у меня во всяком случае. Поэтому я буду туда, конечно, белый мелочек добавлять. А сейчас давайте некоторые волоски, самые такие яркие, не волоски, но даже как бровки, да, такие. Мы их сделаем. Пока что с белым карандашом работаем. Попробуем все вот довольно ярко, вот так вот с нажимчиком вывести. Какие-то из них, они будут чуть-чуть поворачивать налево. Их можно сделать более четкими. И на темном фоне тоже они будут очень здорово выглядеть. Парочку таких дополнительных бликов мы можем нанести на глаз. И еще будет здорово смотреться, если чуть-чуть какой-то синий либо голубой оттеночек мы тоже в глазик добавим. Это будет как отражение такого неба, да, потому что на природе кролик находится. С белым мелком выбираем какой-то самый острый уголок и самый яркий белый мелочек. И делаем такую яркую точку слева. Пробуем прям вот попасть в нужное нам местечко. И с нажимом можно оставить вот такой яркий блик. Если он выйдет слишком большим, да, то с помощью черного карандаша мы его корректируем по форме и придаем ему нужное нам направление. Чтобы он какой-то огромный тоже не получался, но хочется, чтобы он был довольно яркий. Отлично. Ну что, хороший блик у нас получается. Может быть, чуть-чуть еще справа вот так вот более тоненьким я его сделаю. Темные участки добавлю в уголочек слегка. Ну что, с глазиком мы справились. Парочку черных волосков давайте добавлю где-то вот сверху на темное пятнышко. Там их не так много, но тем не менее. Ну что, сейчас можно поработать с основной частью мордочки. Но чтобы мы чуть-чуть вот так вот разобрались с общей формой, давайте почетче сделаем ротик и подбородок, чтобы в белом цвете мы их не потеряли. И добавим также контур, который пройдет снизу. Можно с коричневым, можно с черным карандашом. Легко-легко, потому что там все равно у нас пойдет тень, да, с вами. Справа на ушко тоже мне захотелось чуть-чуть черного добавить. Как будто немножко грустный, да, такой кролик получается. Может быть, чуть-чуть повыше ему сделаем губки. И лучше всего, когда мы в пастели начинаем с вами от темного и идем к светлому. Поэтому с бордовым карандашом, либо с коричневым, но лучше с каким-то красноватым подтоном, мы сделаем контур снизу носика и также мы прорисуем с вами губы и чуть-чуть добавим такого на подбородок. Там есть чуть-чуть пордовый оттеночек. И все, мы как бы эти области показали, зарезервировали, что они будут плотнее. А дальше мы можем взять уже бежевый мелок и с ним заполнить лучше всего тоже по направлению роста шерсти. Ну так, аккуратненько заполнить всю основную зону. Прямо вот буквально всю, которая у нас осталась. И дальше с ней будем работать, осветлять, затемнять и добавлять объемчика на мордочку. Так, отлично. Можно чуть-чуть теперь растушевать, чтобы мы перекрыли цвет бумаги и добавили нужный оттенок. С ним будем уже дальше работать. Стараюсь аккуратно подбираться к фону, ну и не повредить какие-то участки, где мы уже прорисовали с вами. Вот. Такая рыженькая мордочка получается. Давайте смотреть дальше. Нам понадобится коричневый, но не очень темный. Сначала поработаем с темными областями, а потом уже добавим светлого. Сделаем верхнюю зону, та, что находится у нас над носиком. Штришками довольно длинными заполняю эту область. Также подбираюсь и глазику чуть-чуть. Не бойтесь, что сейчас мы можем немножко перетемнить. Мы можем себе это позволить, потому что будем потом добавлять с вами белый. Если получится так, что мы сейчас проработаем с коричневым, и эти области окажутся слишком такими плотными и неяркими, то мы можем добавить чуть-чуть оранжевого карандаша, либо мелка наверх. Коричневого будет справа уже не так много, но все равно здесь будет хорошо, если мы покажем направление на щечках, как здесь идет шерсть, что она вот так закругляется и поворачивает вниз. Также можно чуть-чуть проработать ротик. Здесь шерсть уже более темная, потому что это менее освещенный участок. Сделаем теперь щечку, которая слева, тоже чуть-чуть поплотнее. И давайте разбираться с этой областью, которая осталась. Что у нас там происходит? Ну, во-первых, по темным пятнышкам нужно тоже чуть плотнее сделать шерсть. Дальше мы видим светлую область, и у нее идет такая темная складочка от носика. Дальше чуть-чуть пропускаем и снова затемняем снизу. И остается у нас такая довольно обширная область щеки, которая по сути делится на две части. Поэтому мы посерединке примерно вот здесь наносим коричневый, и дальше его растягиваем слегка вниз и чуть-чуть поднимаем наверх. Тем самым мы дадим такой легкий объем для нашей щеки. И плюс теперь можно сделать разделение на полосочки. Здесь, конечно, не очень сильно видно те участки, откуда растут усы, но все равно можно вот так примерно увидеть, где идут складочки. Эти складочки очень легко мы тоже с вами делаем. Так, ну что, вот такой он более коричневый получился. Сейчас можно сделать то, о чем мы говорили, взять какой-то золотистый либо оранжевый оттеночек. И для будущей яркости мы добавляем его поверх таким легким-легким слоем, небольшой лисировочкой, для того, чтобы потом взять белый и с его помощью уже сделать всего кролика более контрастным и светлым. Ну и более ярким, соответственно, потому что белый цвет, он будет предыдущие слои тоже вот так вот подтягивать, перемешивать вместе с ними и будет смотреться достаточно ярко. Вот такой вот более яркий, более солнечный стал наш кролик. Кстати, насчет носика, да, мы видим, что он все-таки порозовее, поэтому сразу можете взять розовый карандаш либо мелок. Довольно яркий тоже можно, потому что будет белый, да, потом участвовать. Добавляем его на носик и рядом с ротиком тоже. Так будет выглядеть более натурально, когда появится вот такой вот розоватый подтон. Ну что, теперь снова мы берем белый карандаш и будем работать с верхней зоной. От белого цвета, от той полосочки, которую мы уже нарисовали, мы вот так выводим штрихи. Можно работать как и вверх и вниз. Особенно если где-то сверху свечения у вас не хватает, то вы можете его снова добавить. Осветляем этот участок и тихонечко мы будем опускаться вниз. Чуть-чуть ярче еще делаю лобик, вот так вот немножко поактивнее, смотрим, где участочки будут более светлые. Здесь можно, кстати, попробовать это делать и мелком, если он у вас довольно острый, например. Поэтому можно выбирать тут любую опцию, да, либо мелочком, либо карандашом прорисовывать. Но вот эти волоски отдельные, которые выходят у нас на силуэте, вот их делать, конечно, карандашом будет лучше, потому что эффект будет самый плавный и вот такой вот самый мягкий. Давайте пройдемся по всему контуру. Сделаем сначала его вот таким светящимся, пушистым. Кстати, еще один классный прием, так будет ярче смотреться, особенно, да, если карандаш как-то не ярко ложится. Можно сначала с мелочком взять яркий мелок, чтобы был насыщенный белый чистый цвет, сделать вот такую вот светящуюся каемочку. Прям ярко его нанести, и потом мы будем с карандашом все это распределять. Они перемешаются вместе, и получится вот такое вот прям классное свечение. его можно наносить мелочек и на ушки, но главное вот так вот аккуратно, в серединку прям, тогда свет самый активный будет. Также на носике, наверх добавляю больше яркого белого, вот так вот, да, прям много-много можно нанести, а дальше будем это уже растушевывать и распределять с карандашиком. Можно даже вот такую четкую линию сделать. Давайте попробуем. Теперь мы берем карандаш и вот так вот распределяем белый цвет. Можно вверх-вниз все это растушевывать. Смотреть главное, чтобы за контур они выходили вот такие пушистенькие, мягкие. Поэтому, если вы наносите таким способом с мелком, то сначала лучше всего именно в глубину распределить цвет и потом уже выводить где-то извне на наш фон. Получается вот такое и мягкое, и в то же время яркое, красивое свечение. Так. Еще немножечко более пушистыми. делаем щечки. Плюс туда добавляется бежевый оттенок, который мы нанесли до этого. Ну и рыженький тоже, да. Поэтому получается он и светлый, и довольно теплый, такой солнечный оттенок. Давайте поработаем подробнее с носиком. Посмотрим здесь по форме, как он идет. Все-таки вот эта белая линия, она уходит больше влево, поэтому влево ее вот так немножечко оттягиваем. И здесь хорошо, если мы будем делать такие отдельные волосиночки, чтобы все-таки более темный цвет, который мы до этого нанесли, он там оставался у нас. Мы видели, что идет фактура шерсти, и в то же время вот такой тон там был. Чуть-чуть можно ниже опуститься на носик, как раз перемешать с розовым оттеночком, с розовым карандашом, который мы там нанесли, сделать более четкий контур у носика. Лишнее вот так вот убрали. И давайте смотреть, что у нас происходит слева. Доделываем участок рядом с глазиком. Тут шерсть прям такая довольно длинная, поэтому штрихи, они могут быть протяженные и как бы переходить вот так на темные области. Сделали. Чтобы было ровненько вот так распределили, носик уже смотрится таким довольно ярким у нас. Чуть-чуть его еще делаем пушистым. Давайте с правой стороной мы закончим и потом перейдем налево. Если вы особенно правша, это будет удобно, чтобы мы ничего там не смазали. Оставляем темный контур у носика и здесь ярко добавляем уже более коротенькие белые волоски. делаем такую прорисовку более так внимательно. То есть где-то они подлиннее, где-то волоски будут более коротенькими. Пока не обращаем особо внимания на усы, мы их сделаем чуть-чуть позже, когда и подбородочек тоже будет готов. И цветы, ну, наверное, тоже посмотрим, потому что они будут все-таки довольно длинные. Так. Эту область мы заполнили. Чуть-чуть тоже скорректировали, чтобы был более мягкий переходик. Давайте смотреть, что у нас происходит слева. Слева, там, где идут щечки, стоит тоже вот такими вот кусочками, такими линиями мы будем добавлять белый, который переходит к носику. Очень пушистенько. Стараемся это делать. Тут шерсть, она выглядит более мягко, поэтому не обязательно делать прям какие-то супер такие четкие штришочки именно на щеках. А вот те участки, которые под носиком, они могут быть более яркими, такими более прям насыщенными, поэтому здесь посильнее можете нажимать на карандашик и тоже следите за направлением шерсти, потому что от носика, таким как веером, шерсть все-таки расходится. И плавно мы переходим к участку губ, прорисовываем здесь маленькую шерсть и побелее прям стараемся сделать более белый участок. Тут шерстка, она отличается по цвету, рядом с губами она все-таки более белая, поэтому ставим здесь небольшие штрихи прям почетче. А там, где пошли уже щечки дальше, левее, мы наносим белый вот так вот легко-легко, не в полную силу, потому что здесь нам нужно работать уже не с цветом, а скорее с объемом, показать, что у нас есть щечки и просто чуть-чуть осветлить эту область. Что касается яркого белого, также где он еще есть, ну чуть-чуть на подбородке, там он не такой яркий, но вот зона, которая идет левее, она будет все-таки более белая, именно сама по себе, по цвету, поэтому здесь тоже используем белый карандаш с нажатием, а дальше опять выводим на такой мягкий, ровненький бежевый оттенок. Оставляем обязательно вот эти теневые зоны. Что касается щечек, мы видим, что сверху они, конечно, побелее и более светлые, потому что туда больше света попадает. Пока что эту область тоже оставим, давайте доделаем слева от нашего глазика, от него мы ведем такими как прядочками здесь собирается шерсть, темную зону, более такой темненькую, коричневую, которую мы сделали, тоже пока что оставим и добавим несколько коротеньких белых пушистых волосков под самим глазом. Тут можно поактивнее даже с белым поработать. И получается вот с подложкой и даже с одним белым цветом у нас получаются такие разные многогранные сочетания интересные. Хотя в мелочках и не так много, и карандашей. Ограниченная вроде палитра, но все равно с помощью нажатия, с помощью интенсивности цвета мы можем добиться вот такого объема. Так, давайте еще чуть-чуть щечку сделаем белее. Тоже побольше, вот так посильнее на карандашик я нажимаю, вывожу волоски вниз. Делаю, кстати, их более длинными, да, мы здесь видим, что они подлиннее уже вниз уходят, ближе к шее. Потом какие-то самые-самые длинные мы сможем сделать после того, как у нас участок под шеей будет готов. Поэтому самые протяженные, они могут быть и попозже. Сейчас такие просто вот основные базовые делаем, чтобы эта зона у нас смотрелась заполненной по шерстинкам. Объединяю вот так с нижней частью. Если слишком осветлили, вы можете пальчиком вот так вот чуть-чуть постучать, сделать, ну так, примять этот цвет, небольшую растушевочку добавить. И где-то для контраста можно еще сделать белой поактивнее сверху на щеке, поярче, чтобы показать объем, чтобы щечка, она такая более контрастная у нас получалась. Снизу тоже чуть-чуть еще. Вот так вот скорректирую, добавлю беленького. И давайте займемся областью подбородка. Ротик мы здесь сделали. У подбородка то же самое. Выводим поярче справа белый цвет. Такую вот более контрастную прорисовку делаем. А слева уже будет зона помягче. Более нежное такое сочетание должно получиться. Какие-то отдельные волоски можете сейчас вывести на щечках, чтобы они на фон переходили. Так, что еще? Ну, чуть-чуть, парочку на щеках, да, какие-то волоски вот так вот делаем. Я бы с белым цветом, именно с мелком, наверное, носик чуть-чуть сделала более яркий сверху, да, потому что там света попадает достаточно много. Вот такие вот блики прям можно ему добавить. Так носик смотрится у нас хорошо. И давайте, знаете что, чуть-чуть еще коричневого. Так вот аккуратненько, тоненько на участок щек, на самые темненькие моменты. Чуть-чуть буквально тоже для объема. Потому что тут уже тень, да, у нас находится, и можно заодно будет чуть-чуть смягчить эту зону. Вниз также давайте мы переходим с коричневым. Коричневый будет вот так вот забирать немножко черный. И выводим его так же, как и вниз, и чуть-чуть наверх. И по носику, и по ротику, чтобы мы посмотрим, можно тоже чуть коричневого на рот добавить. По контрастнее, пока что мы еще не ушли далеко от этого участка, мы можем сделать нос слева, потому что там все-таки тень, то есть капельку вот так подчеркиваем. Будет смотреться объемнее и чуть-чуть на ротик, потому что там у нас теневая зона, да, находится. Потому что белый мог туда попасть где-то, и вот эта тень, она чуть-чуть ушла. Так, давайте переходим на участок шеи и тела. Тут можно с коричневым, но с не очень ярким, с таким приглушенным лучше. Мы выводим волоски как бы на область мордочки, чтобы показать там ее пушистость. Стришочки потом оттягиваем вниз. Мы помним, что для разнообразия цвета мы сможем и сиреневые туда, и фиолетовые добавить. Но пока что нам нужно такой базовый слой сделать с основным коричневым. Прямо так легко я касаюсь карандашиком, чтобы использовать и фактуру бумаги, пускай она небольшая, но тем не менее, она будет все равно создавать нам такой пушистый эффект. Далее мы видим с вами более плотную зону. Чтобы в общей форме разобраться, нам здесь нужно будет сделать более плотный кусок. Давайте возьмем черный карандашик. Можно и мелочек, потому что тут область она побольше. Показываю вот это темное пятнышко, как оно идет по форме. Дальше более светлая прядочка, а потом опять темный участок. И снизу уже к цветочкам тоже делаем небольшое затемнение. Его причем можно растушевать, сделать такой вот мягкий слой базовый, на который будем в дальнейшем добавлять с вами тот же коричневый. Волоски немножечко такие, они более хаотичные, потому что шерсть становится более кудрявой, она торчит вот так в разные стороны. Стараемся это передать, поэтому мы меняем наклон, немножечко поворот шерстинок, ну и чтобы они в целом более такие волнистые получались. Мне кажется, немножко такое широкое я ему тело сделала, но посмотрим. Потом за счет фона можем чуть-чуть это подубрать. К цветочку подходим, немножко на него тоже попадаем, чтобы потом его нанести уже поверх этого слоя, потому что цветы будут, конечно, после нашего кролика, когда мы ему нижнюю часть прорисуем. Сейчас я сделала, когда более плотный коричневый, я все еще смотрю, что здесь мне тоже хочется чуть-чуть каких-то более плотных моментов сделать на щеках. Совсем-совсем капельку. Вот так. Ну что, продолжаем с коричневым. Чуть-чуть еще мы сделаем затемнение под подбородком и дальше перейдем уже на более светлые. Эти моменты будут прям такие потемнее. Давайте добавим капельку фиолетового и посмотрим, какой оттеночек у нас будет образовываться, будем ли мы его еще затемнять. Прям так легко-легко тушевочно я наношу фиолетовый, чтобы он и ярким очень не смотрелся, но все равно, чтобы он свой оттеночек туда добавил. Сделали. Давайте сделаем затемнение, а потом уже пойдем на более светлые зоны справа. Заодно и фактуру чуть-чуть подчеркнем. Черным карандашиком более такие резкие, четкие линии я наношу. Показываю, где у меня идут темные участки. И специально выхожу немножко на цветы, чтобы потом их сделать уже поверх. Поверх нашего кролика. По затемнению все хорошо. А сейчас снова мы можем взять бежевый мелок. Получается, что мы чуть-чуть больше сделали темного, как раз на тот случай, чтобы его потом осветлить с добавлением беленького наверх. Потому что светлые, да, они присутствуют и в темных моментиках тоже. Вот так чуть-чуть прошли с бежевым. Его растушевали. Притом тот же самый бежевый, он будет и более темный все-таки снизу. Ну что, давайте тогда левую область сейчас доделаем. И потом пойдем со светлым уже направо. Здесь прям более длинные волоски мы выделяем. И белый будет ложиться на темном, не таким ярким. Да, он будет, ну, в такой серенький немножко уходить. Будет перемешиваться с теми оттенками, которые мы нанесли до этого. С черным, с фиолетовым, да, где-то с коричневым. Нам сейчас важно именно такие светлые области на темном фоне сделать. Тоже главное не перестараться, чтобы он слишком светлым не стал. Но все равно, чтобы эти подробности, они были заметны. Так, можно чуть-чуть белого больше выводить из, вот отсюда, от момента щеки, да, более длинные такие волоски я веду. Если белый где-то вот так зацепляет темный слой, то я его протираю ручкой и снова веду дополнительные штришочки, чтобы линии у меня получались вот такими четкими и чистыми по цвету, чтобы где-то они не затягивали темный цвет. Если бумажка самая такая вот простая, пастельная, то на ней могут возникать такие моменты, что ваш карандашик, он как бы забирает темный цвет, и потом вы начинаете рисовать темного. Вот чтобы этого не произошло, то вы его немножечко очищаете. Так, это мы сделали. Сейчас можно ближе к серединке перейти. Здесь идет кусочек уже поярче, плюс он такой довольно мягкий. Как раз мы используем бежевую подложку, которая у нас образовалась. А здесь белый, он немножко перемешивает, и плюс он добавляет дополнительную фактуру. Показываем, что они немножечко такие кудрявые идут, такие волнистые волоски. Теперь вниз уходим. Показываем, что они вообще у нас тут довольно кудрявые. И постепенно мы вот так вот уходим с белым к нашим цветам будущим. Какие-то самые верхние можно сделать там еще немножко поярче. Теперь уже ближе уходим к правой стороне. Здесь даем небольшое осветление. Можно в это время подбородочек как-то проверять, если его нужно нам по форме поправить. Но за счет добавления светлого снизу мы и дадим ему тот самый темный контур, который будет его подчеркивать в этой области. Делаем серединочку. И теперь давайте возьмем уже белый мелок, чтобы тоже добавить свечение яркости с правой стороны. Довольно много прям его наношу, чтобы белый у нас светился. И дальше с карандашиком делаем то же самое. Мы его распределяем и плюс делаем светленький контур, который мы видим справа. Можно прям даже вот так вот его поразмешивать, потому что этот участок, он немножечко все равно находится в расфокусе. Если сверху мы видим, что мордочка у кролика более четкая, то снизу здесь мы можем сделать более мягкий кусочек. Подходим аккуратненько к подбородку. Дальше заходим чуть-чуть на цветочки. Можно смягчить еще. Вот так вот даже можно постучать капельку по этой области. И еще даем такую небольшую прорисовку. Обязательно, чтобы вот эта мягкость, этот светящийся контур, он от подбородка примерно начинался. И выводим его на розовые цветы, которые уже мы нарисовали. Можно чуть-чуть еще проследить, что происходит у нас на шее, на грудке. Там бы, кстати, я чуть-чуть еще больше яркость такого, можно золотистого оттеночка добавить. Можете взять какой-то оранжевый, либо цвет, который к желтенькому будет уходить. И буквально парочку таких штрихов сюда добавим для свечения. Что еще? По темному, да, мы видим, что с правой стороны тут он чуть-чуть такой коричневатый просвечивает. Даже он, скажем так, чуть-чуть в серый, да, уходит. Поэтому капельку здесь можно справа затемнить. По-белому это затемнение не будет каким-то очень ярким смотреться. Оно должно очень спокойно выглядеть. Чуть-чуть можно контрастнее сделать шерсть на грудке за счет того, что темные мы добавим снизу. И сейчас снова чуть-чуть еще парочку основных таких длинных волосков добавляем на грудку. Подчеркиваем, что здесь она такая яркая и блестящая. И отдельные прядочки можно тоже побольше подчеркивать. Плюс направление, да, мы помним, что они могут быть и такими волнистыми. Чуть-чуть волоски. Так, отлично. Давайте смотреть, что у нас, в принципе, осталось, что касается кролика. Практически все мы с кроликом сделали. Справа можно еще вот так вот поярче с белым вывести. А с левой стороны все у нас хорошо. Может быть, парочку, да, каких-то более четких, ярких волосков. Некоторые, кстати, более длинные. Вот так как усики, они выходят уже на фон. Снизу более волнистые. Так. Может быть, чуть-чуть только тут, да, потемнее, помягче. Снизу вот так сделать, чтобы вывести на цветочки сюда. Я бы даже добавила, знаете, более такой насыщенный коричневый. Прямо совсем в черный уходить не хочется. Хочется чуть-чуть больше цвета добавить. И заодно немножечко вот так смягчаем. Ну что, давайте смотреть на наши красивые цветы. То, что у нас осталось снизу, удобнее всего, если мы начнем с более плотного оттенка. Я предлагаю взять какой-то темный фиолетовый. Можно даже чуть-чуть поплотнее. У меня есть вот такой фиолетовый, но он немножечко разбеленный. Если говорить про более темные, есть у меня еще более насыщенный мелочек. Вот такой, да, в нем больше будет фиолетового и меньше белого пигмента. Очень легкий первый слой мы делаем с такой растушевочкой. Это будет подложка. На темном фоне яркие цветы, они будут смотреться, конечно, более насыщенным. Дальше мы чуть-чуть это с пальчиком вот так растушевываем. На кролика не стараемся не заходить. Это будет такое вот затемнение. И дальше будем делать прорисовку наших цветочков. То же самое мы начнем от более темного к более светлому. То есть самое последнее мы там будем даже белый с вами использовать. Давайте пробовать. С левой стороны мы начнем и постараемся сделать все это очень живописно, чтобы они были такие прям легкие-легкие и подчеркивали нашего пушистого кролика. Вот такими точечными штрихами я прорисовываю наши цветы. с левой стороны вы можете просто их оставлять прям как такие пятнышки. И мы поработаем со всеми участками, которые мы уже обозначили, где мы сделали подложку. Поэтому вот такие вот розовые пятна мы расставляем по всей поверхности, по всему участку фиолетового. И дальше будем на более светлые выходить. Смотрим, что здесь веточка, она вот так прям выходит на кролика. Ее можно более подробно наметить. Какие-то совсем-совсем такие тоненькие, которые выходят сверху, мы сделаем их уже заключительно. там и с помощью карандаша, чтобы они получились более подробные. То же самое делаем с правой стороны. Расставляем вот такие пятнышки. И их можно сделать прям вот на всех областях, которые снизу идут фиолетовые. Можно в хаотичном порядке. И можете где-то добавлять, например, больше вот такого бордового. Равномерное заполнение тоже может быть, потому что дальше у нас будут добавляться другие слои, и они добавят нам все равно такой хаотичности, чтобы получилась общая такая вот яркая масса розовых цветов. Что еще касается затемнения, я бы добавила несколько, сейчас пока мы с довольно плотными работаем, несколько темно-зеленых моментиков, прям вот потемнее. Какой-то неяркий зеленый, если посмотрите. Потому что там все равно есть веточки, они немного просвечивают, и будет очень натурально выглядеть, если мы добавим зеленый также снизу. Ну и в глубине где-то, да. Плюс какие-то веточки, вот вообще те, которые к ушкам выходят, вот здесь, да, там тоже пойдет зеленый. Можно их вот так вот обозначить. Остальные веточки там уже больше розового все-таки. Даже сами вот эти ветки, они больше с бордовым оттенком. Ну, зеленый, да, внутри там где-то он присутствует. Можно, чтобы с ним уже поработать, добавить и несколько ярких салатовых, как мы добавляли на фон за кроликом. Они тоже будут светиться. Отлично. Теперь можно взять уже более яркий розовый. У меня это будет вот такой вот розовый мелок, который мы на фон добавляли. И с ним, давайте с левой стороны, да, все-таки начнем с более таким ярким нажатием. У меня он, кстати, довольно твердый мелок, поэтому я буду стараться довольно хорошо на него нажимать. Он где-то может крошиться, но нам главное получить вот этот яркий цвет, чтобы веточки у нас смотрелись ярко и пушисто. Какие-то мелки, они будут более мягкие, да, какие-то более твердые. И тут уже, понятно, все зависит от их состава, ну и от бренда, да. Вот эти, например, вот этот розовый. Он по цвету мне нравится. Ну, конечно, так он жестковат. Это мелочек Виста Артиста. Я не так часто этот розовый использую. Больше, конечно, у меня идут какие-то такие натуральные оттеночки. Но вот в этом случае у нас розовая ветка, поэтому без такого розового нам никак. Так, та веточка, которая попадает на кролика, ее тоже поподробнее я делаю. И у меня получается, что вот этот розовый оттеночек, более светлый, да, уже он не такой малиновый, он будет где-то с предыдущими слоями перемешиваться. А снизу, чтобы красиво все это закончить, вы можете делать с такими перерывчиками. Не обязательно заполнять все. Будет очень красиво выглядеть, если больше прорисовку у цветов мы сделаем вокруг кролика. А все то, что находится ниже, оно будет выглядеть более мягко, так более нежно. Ну что, чуть-чуть осталось еще правую сторону доделать. Здесь такая обширная работа получается с мелком, потому что нам нужно заполнить эту область. Она будет именно здорово выглядеть, если мы прорисуем все эти моменты, да. И прям он в такой, в розовых цветах такой хороший сидит. Так, сделали. Давайте на розовенький посветлее перейдем. У меня он, кстати, такой с теплиночкой, с таким теплым оттенком. Там такой теплый тоже присутствует, поэтому будет выглядеть очень неплохо. И с ним можно как раз сделать те веточки, которые идут ближе к ушку, потому что там видно, что свечения все-таки побольше. Здесь будем стараться создавать такую красивую, более естественную форму. То есть, чем дальше, тем больше светлого мы сейчас наносим, тем стараемся больше продумывать наше направление. Если первый слой, он мог быть более такой хаотичный, эти все-таки слои пускай будут более внимательными. И смотрим, чтобы те пятнышки, которые попадают на кролика, чтобы они были такими законченными и красивыми. Особенно какие-то вот самые верхние, да, такие. Так, главное сейчас не потерять веточку. Давайте мы ее наметим. Вот здесь она у нас была. С коричневым я ее обозначаю, как она уходит, да. И поднимается она вот сюда примерно к нашему ушку. Ну, вот плюс-минус, да, хотя бы ее наметим, чтобы потом мы смогли со светло-розовым где-то перекрыть эти ветки, чтобы у нас не получалось просто, да, такая розовая масса. Все-таки веточки туда какие-то нужно добавить. Дальше еще одна ветка, которая идет прям под подбородочком кролика. Наметим ее. Сначала тоже можно сделать с коричневым, а потом мы ее чуть-чуть скорректируем. Да, там зелененький есть, там и есть светло-розовый. Пока что общую такую форму мы ей делаем. Так, ветки мы разметили. Что касается светло-розового, он вот присутствует на этой, на ново появившейся веточке, поэтому добавляем. Тоже довольно четко стараюсь так прорисовать, чтобы было похоже на цветы наши. На веточке, которая справа, там тоже он есть, особенно где-то на верхних участках, там прям побольше такого свечения. И стараюсь, чтобы, ну так довольно живописно и в то же время аккуратно, чтобы наши цветы выглядели. Прорисовку, да, больше вокруг кролика, повторюсь, мы делаем. Потом мы добавим туда где-то еще беленького и будет вообще выглядеть очень объемно. Сейчас, когда мы стараемся добавлять светлые, будет красиво, если они будут попадать именно на более светлые области. розовые. Тот цвет, который мы до этого добавляли, который более яркий, тогда будет прям такой эффект объема наших цветущих веточек. И вниз тоже я немножечко опускаюсь. Вот те участки, которые были со средне-розовым, их делаем вот так вот подробнее и на них прям добавляем цветочки. Вот здесь фиолетовый я оставлю, так красиво, живописно это выглядит, поэтому можно оставлять. По цвету, кстати, нам, я думаю, захочется больше какого-то красноватого с правой стороны, да, такой теплый отцвет там присутствует, поэтому какой-то еще более уходящий в красноту нужно будет туда добавить. С левой стороны можно парочку тоже таких ярких розовых нам показать. Совсем чуть-чуть, да, чтобы форма была не совсем круглая, а была более такая интересная, разнообразная. Серединку можно где-то еще прям вот так поярче, даже где-то с более сильным нажимом можете сделать и в разных направлениях. Если мы делали карандашом, там, да, зависело от нажима, где будет свет светлее, где плотнее, здесь то же самое. С мелочком можно также работать. Если нажимаем сильнее, то и, соответственно, он поярче будет ложиться. Давайте подберем более теплый оттенок, можно прям какой-то светящийся, несколько добавить. У меня есть такой уходящий ближе к рыженькому. Я парочку его буквально, таких цветочков добавлю для разнообразия с правой стороны. И там можно добавить какой-то уходящий ближе к красному, какой-то красно-розовый. Вот такой цвет. Можете здесь поэкспериментировать, чтобы у вас были разные оттеночки. Это будет интересно разглядывать, когда у нас идут вот такие разнообразные теплые сочетания. Поэтому все, которые могут пригодиться, пускай они участвуют у нас. Сильно каких-то красноватых, да, добавлять не стоит, но вот немножко на эти области, где они читаются, можно сделать. Отлично. Ну что, давайте теперь поработаем с белым. Добавим самые такие яркие светящиеся моментики. И тут по такому же правилу. Мы смотрим, где у нас до этого уже был розовый. И будем стараться добавлять белый именно туда, чтобы подчеркнуть как бы блеск на розовых участках, чтобы цветочки у нас все-таки были не белые, они были розовыми, просто они были с таким вот насыщенным, блестящим, ярким светом. С левой стороны будем искать вот такие участки. То есть на них прям вот с нажимчиками добавляю. Дальше та веточка, которая находится под кроликом, ее можно чуть-чуть тоже выделить. Еще одна ниже, да, здесь она вообще более такая подробная. Мы помним, что и салатовый, да, на нее тоже потом добавим. Так, это мы сделали. Дальше на веточку справа тоже добавляю белые блики. Если где-то прям попадаете на розовый, хорошо. Если нет, тоже ничего страшного. Он может белый цвет и на каких-то случайных участках появляться. Тоже будет хорошо смотреться. Справа уже, пускай будет меньше белого, только где-то на светло-розовые зоны добавим. Вот так. Отлично. Сейчас, когда белого добавили, я смотрю, где-то хочется и чуть-чуть, чуть-чуть добавить яркости на нашего прекрасного кролика. Совсем-совсем немножко, вот так вот точечно. Тоже, чтобы он более блестящим, таким ярким смотрелся. Ну что, это мы сделали. Про салатовый мы говорили. Его можно добавить на веточку, которая находится рядом с кроликом. Потом возьмем темно-зеленый, ну, либо просто зеленый карандашик и дорисуем уже такие вот основные моменты на веточках. Любой темно-зеленый здесь подойдет. У меня это Forest Green 410 от Derwent. Ну, такой он стандартный зеленый. Темный, но довольно приглушенный по цвету. Подойдет для вот таких зеленых областей. И можно вот окончание других веточек тоже чуть-чуть подрисовать. Так, ну что, может быть, капельку-капельку где-то еще свечения добавим снизу, чтобы эту область выделить, потому что все-таки это такая центральная зона нашего изображения. Можно чуть-чуть подробнее. А снизу будем прям таким образом оставлять. С цветами мы с вами закончили. Осталось нам добавить бровки и усы. Это делаем с ярким белым. По возможности хорошо его затачиваем, чтобы он был более яркий. И смотрим, где у нас пойдут усы и бровки. На самом деле их довольно много. Некоторые из них прям вот так вот проходят через ушки. Легче всего будет, если мы начнем сверху и будем постепенно двигаться вниз. Здесь на щечках не забываем. Посмотрите, что некоторые из них заканчиваются вот так довольно четко. Да? Если у котов, кстати, они более мягко обычно заканчиваются, здесь мы видим прям, они довольно толстенькие, довольно четкие. меняем немножко направление, чтобы они не выглядели все очень ровными и одинаковыми. Также довольно много у нас усов с левой стороны. И мы видим, что они у нас красиво поворачивают. Добавляем вот такой поворотик. Так, слишком низко, кстати, не идем. Вот это будет какая-то максимальная длина все-таки, да? И здорово, если они будут немножко вот таким образом друг на дружку наслаиваться. И насколько четко это получится, настолько стараемся их сделать яркими. Сделали. С левой стороны мы, в принципе, тоже уже их добавляли с вами. Давайте смотреть, где можно еще их сделать от носика. Так. Может быть, еще чуть-чуть где-то у рта добавим. Так. Здесь много, достаточно идет усиков с правой стороны. Но очень большое количество тоже не стоит делать, чтобы это естественно выглядело. В завершение можно какие-то волоски больше на лобике вывести, проверить, все ли мы добавили сверху. Ну, вот такой вот пушистый он у нас получается. С левой стороны мы тоже сделали. Веточку можно чуть-чуть подчеркнуть с бликом, если нужно. Так. Отлично. Ну что, давайте смотреть на нашего кролика. Получилось все очень хорошо. Можно дополнительные блики сделать на ушках, если нужно. Чуть-чуть такой контур для него создать. Правое ушко у нас хорошее. Цветы тоже оставляем. Вот такой вот красивый кролик у нас с вами получился в окружении цветочков. Чуть-чуть хочу попушистее больше белого здесь добавить слева. И на этом будем завершать нашу прекрасную пушистую работу. Кто работы подписывает в правом нижнем уголке, можно поставить подпись. И готово. Спасибо большое за внимание, что сегодня вместе со мной рисовали. А мы увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok